Привет, друзья! Наша сегодняшняя тема – король полей и огородов – арбуз. Этот полосатый круглый сундучок буквально доверху набит витаминами, каротином, солями железа и меди. А по содержанию фолиевой кислоты, участвующей в процессе кровотворения и различных биохимических реакциях организма, арбуз – абсолютный чемпион. Самые распространенные сорта арбузов созревают за 60 дней. Поэтому, начиная с первой декады августа, у вас есть все шансы купить спелый, сладкий и сочный плод. И о том, как не ошибиться с выбором – наш сегодняшний рассказ. Пятно Полевое пятно – это небольшое светлое пятно на арбузном боку. Из двух плодов выбирайте тот, у которого оно ярче. И чем меньше размеры пятна, тем лучше. И, напротив, чем оно больше, тем больше и дольше плод контактировал с землей. А значит, скорее всего, окажется чересчур водянистым, пресным или кисловатым. Сетка Густая бурая сетка на полевом пятне расскажет нам о том, что на этапе созревания арбуз интенсивно опылялся пчелами. А значит, окажется ароматным, вкусным и полезным. Пол И среди арбузов тоже существуют мальчики и девочки. Но какого-то принципиального отличия по вкусу и аромату между ними нет. Хотя многие утверждают, что девочки слаще и не такие костлявые. Но это заблуждение. Сладкими и сочными в равной степени бывают и те, и другие. Арбуз девочку можно встретить достаточно редко. На 20 мальчиков приходится лишь одна девочка. Такая вот дискриминация. Кстати, многие утверждают, что арбуз это ягода. Другие же говорят, что фрукт. Существуют и третьи, которые считают его тыквой. А как на самом деле? Напиши в комментариях. Размер Хороший арбуз, красивый арбуз. И размер тут действительно имеет значение. Лучше выбирать плод среднего размера или покрупнее, но не больше 10-12 килограммов. Маленьким арбузам до достижения зрелости досталось меньше солнца и питательных веществ. А значит, и шансов выйти в арбузный топ у них меньше. Хвостик Хвост обязательно должен быть сухим. И если хвостик сухой, значит арбуз снят с бакчи уже зрелым. И наоборот. Хотя и здесь многое зависит от того, в каком месяце вы совершаете покупку. Ближе к концу арбузного сезона хвост может высохнуть и у тех арбузов, которые пролежали на базе полтора-два месяца. Зато в начале арбузного сезона это может служить достаточно верным признаком арбузной зрелости. Полосы Арбузные полоски должны быть контрастными и четко выраженными. Тусклая невыразительная поверхность, как вечный скептик. Кроме усталости от общения, ничем не запомнится. Кожура Внешняя поверхность плода должна быть гладкой и неповрежденной. Звук Отвесьте арбузу щелчок. Если звук звонкий, он будет сладкий и спелый. Глухой звук Напротив, один из верных признаков незрелости. И последнее. Не стоит покупать разрезанный арбуз и просить продавца надрезать уголок для проверки спелости. Закрытый арбуз стерилен внутри, но стоит разрезать или надрезать его и полакомиться содержимым поспешит вся окружающая микрофлора. Если уж вы купили арбуз и засомневались в его экологической чистоте, придя домой, отрежьте небольшой кусочек и положите в воду. Если она порозовеет, скорее всего ваши опасения не напрасны, и мякоть действительно присыщена стимуляторами роста и прочими искусственными компонентами. Если арбуз чист, вода лишь слегка помытьеет. Выбор в пользу вкусного и спелого арбуза – это всегда лотерея. Но для того, чтобы она была беспроигрышной, не торопитесь, будьте внимательны и следуйте нашим простым советам. А сейчас поделитесь этим видео с друзьями. И до скорого!